Наливаем в чашку 1 треть молока. Можно сразу сахар по вкусу наложить, если в прозрачной посуде, то будет удерживаться слабость. Дальше нажимаем кнопку пара. Индикатор переходит в нижнее положение. Открываем правильно себя. Сначала будет в любом случае вода, потому что только кофе готовится 86 грамм, пара наметается, где-то 100 грамм. Дальше вставляем молоко. Примерно на сантиметр. И покруче, вот так вверх и вниз, ждем по молоку вырасти. Если молоко передержим, оно закипит, оно тогда издает такой режущий звук, то лучше остановить, потому что оно не забьется. Вот теперь и полную чашку, и дальше, чтобы готовить кофе, повторное нажатие на кнопку пара, чтобы индикатор перешел тоже в приготовление кофе. Пошла вода, закрываем, индикатор гаснет, потому что она готовить не будет. А для чего это делается? Потому что кофе заваривается, как я уже говорил, 86 градусов, пара будет 105. Если будем готовить кофе при температуре 105, то кофе будет переживать. Дальше нажимаем кнопку, чтобы приготовить. Вот эта штучка откручивается. Она снимается, я там здесь не покажу. Ну и чтобы быть сильнее, он будет и готовится делать после каждого приготовления. Вы не подключили? Нет. Вы не подключили? Нет. Вы не подключили? Нет. Вы не подключили? Молоко упали. Давай попробуем. Глаза есть, надо улыбочку. Дальше вот эта трубка, она называется, на итальянский манер Панарелло, она снимается. Берем, тащим на себя. Вот это тоже, в принципе, лучше открутить. Ну это раз в неделю или когда она бывает забивается от пара, промываем под краном, потому что когда закипевшее молоко, будет немножко запах какой-то не совсем такой приятный. Промываем, устанавливаем всё на место. Что? Оно закручено, не закручивается. Не, не обязательно. Я не люблю, допустим, когда... Что? Вы так пели. Вот, моё молоко. Метром, всё равно. Я попробую. Конечно. Может, нам вся же хотели. Вот всё, на так день, сколько вы работаете, там стоит в режиме ожидания. Все, кто последний уходит на АЖ8+. Угу. Надо провести.